Как жаль, что камера не может передать этих головокружительных ароматов. Мы находимся в Белгородском Сиренгарии. На данный момент здесь цветут порядка 460 уникальных сортов сирения. Это самая большая коллекция в постсоветском пространстве. Здесь как отечественная селекция, так и зарубежная. Например, это растение из Франции. Сорт выведен в 1896 году. Когда-то сирень дала определение сиреневому цвету. Но благодаря селекции сегодня палитра растения кажется безграничной. Не только оттенки фиолетового и розового, но и желтый, кремовый. Есть и знаменитый сорт небесного окраса в честь президента Линкольна. А эта сирень – настоящий хамелеон. Он меняет свой оттенок в течение цветения. То есть вначале бутоны темные, потом они начинают светлеть. И таким образом в течение всего времени вы все время видите разную сирень. Это вам. Спасибо. Букет собираем из веток, которые мешают правильному росту растения. Весеннюю экскурсию проводят заведующий лабораторией генетики и селекции Белгородского университета Михаил Гритяков. Рассказывает об удивительных экспериментах ученых. Некоторым удалось достичь увеличения хромосом сирени в два раза. Просто гигантские цветки, порядка 3-4 сантиметров. А этот сорт сразу двухцветный. Пережил мутацию. Растение химера получено в результате мутации от флоры. Это очень известный сорт с белыми цветками. И у растений в клетках происходят процессы, связанные с восстановлением генетического материала. И мутационные гены, они выбрасываются. А вы знали, что существует еще сирень карликовая? Здесь она тоже есть. Вырастает всего до 20 сантиметров, но, несмотря на это, вскоре тоже зацветет. Каждое растение неповторимое. Имеет свой уникальный аромат и даже гипнотизирует внимание тех, кто, казалось бы, к цветам равнодушен. А мешот привлекает, как правило, мужчин. Ну, не знаю почему, но он очень темный, он такой какой-то мужественный, брутальный такой. И вот смотрите, тут чашечка в чашечке, она закрытая такая. То есть, ну, мужчина закрытый, наверное, и нравится. Вот такие бутоны набитые, такие мощные соцветия. А рядом сорта женские. Лавандовая леди с элегантно вывернутыми лепестками и красавица Москвы. На 800-летие основания столицы его создал отечественный селекционер Леонид Колесников. Ушел из жизни в 1968 году, но успел создать золотой фонд сирени России. Вывел около 300 ее сортов. Многие стали популярными во всем мире. 18 мая день рождения селекционера. И именно в этот день международное сообщество решило отмечать праздник весеннего растения. Так как оно является символом победы, многие названия Леонид Колесников связывал с именами героев Отечественной войны. Одно из них посвящено известному летчику-истребителю. Соцветия имеют характерные особенности. Они напоминают нам пропеллеры. Именно поэтому сорты был посвящен Алексею Моресьеву. Сегодня в мире порядка двух с половиной тысяч сортов. Вывести уникальный сложно, но белгородским селекционерам удалось создать сразу два. В честь маршала бронетанковых войск Катукова и его жены Екатерины. Эта сирень неповторимо вобрала лучшие признаки. Набитые плотные соцветия, очень махровые, необычный оттенок розового, двойные лепестки. И размер соцветия очень большой. И вот мы первые, кто смогли получить такую комбинацию. Долгородские растения уже в международном регистре. Сейчас проходят сорта испытания. Сирень цветет порядка двух недель, так что успейте найти свой счастливый цветок с пятью лепестками. Говорят, он исполняет желание. В нашем букете такой есть. Его заберут с собой. Екатерина Ковалева, Денис Копач. Такой день на мире Белогорье.